здорово всем дорогие друзья сегодня но будет вот такая ну к счастью не грустная история но которая случилась она сегодня а вот для тех кто смотрит мои все видео наверное знают что вчера со мной случилась пиздец какая-то печальная ситуация но про то как соседская тянь не поздоровалась со мной но но как говорится в жизнь любого человека но должен быть баланс и сегодня можно сказать мне улыбнулась у удача вот и ну прежде чем я начну это видео кстати я его снимаю на новый телефон на который сегодня был обзор на телефон nokia nokia вот g11 вот и мне интересно ваше мнение то есть ну качество видео тому качество звука стал лучше либо же хуже я так чисто сравнил вот бля и и мне показалось что качество видео стало хуже хуже ну это в принципе то чего я но боялся больше всего то есть все мои усилия оказались напрасны но звук вот мне показался громче вот и кстати кому интересно на какой он телефон я снимал видео все это время до момента покупки вот это то есть до сегодняшнего дня это на вот такой huawei на который видите на нем ни одного живого места не осталось то есть все ну треснуто и в последнее время он пиздец как начал зависать но тем не менее но качество видео на нем лучше вот но можете себе на такое представьте вот ну как раз сегодняшняя история связана с покупкой нового но телефон вот nokia g11 я ну блять но как вы понимаете для того чтобы что-то накупить нет не нужно там что-то нового продать но хотя и но это зависит от человека если вы такой нищий как я то для тоже чтобы что-то купить вам естественно нужно что-то напродать но для того чтобы что-то купить нужно сходить за вот этим магазин там и многие там скажут ну типа да ну 2к 23 год можно доставку заказать но даже любая доставка по сути сопровождается взаимодействием с людьми да там с с курьером да там бля из работника но почты если заказать а если ну просто магазин то с продавцом и вот сегодня то есть я заказал этот на телефон для и ну то есть мне его нужно было забрать в магазине естественно очень долго думал то есть взвешивался и напротив то есть вопрос но был даже не в деньгах а в том смогу ли я но пересилить себя то есть но как вы знаете я хикан и incel социофоб ну то есть за 20 лет у меня никогда не было нотян соответственно мне вот ну пиздец как тяжело взаимодействие с людьми то есть я вообще не люблю не с кем вот не общаться не еще чего-то в частности и из-за заикания там бля и из-за моего уебищного ебала ну косалась да и но даже если бы я был обычным нормальным чеком я бы все равно никогда бы не стал обычным нормисом вот но который любит вот это общение все вот эту хуйню потому что вот это абсолютно не мое я не вижу смысла но тратить свое внутренноценное время но пусть и она у меня все абсолютно свободное на взаимодействие там на вот эти но примитивно какие-то хуйни то есть связанные там бля с общением с друзьями ну то есть не несмотря на то что у меня никогда не было нотян то есть с дружбой ну как бы у меня много раз мне но предложали мы предлагали но дружить вот ну как лица мужского он полно как лица женского но он упал но опять же на хуя мне это нужно то есть если дружить вот с лицами мужского ну пол в чем у меня но профит то есть ну тратить свое время там на мужиковую то есть нахуя есть я одну как бы ничего взамен не получу то есть стян опять же ну тоже ну когда мне предлагали ну ключевое слово но дружить ну то есть мне не предлагали отношения мне ну тебя мы предлагали чисто но дружить соответственно я их но тоже всех послал нахуй ну то есть нахуя мне с ними но дружить то есть я и если я даже не смогу вот эту тянь и ебать ну то есть нахуя мне тратить на время ну это немного было вот такое небольшое видение для тех кто вот это видео увидит случайно на ю тубе и в общем дорогие друзья мне не пришлось пойти магазин за этим но телефоном соответственно у меня после вчерашнего шоком когда соседка не поздоровалась со мной а там неделю назад ну кассирша в супермаркете я в принципе не рассчитывал что вот это он продавщица магазине поздороваться со мной ну то есть я то есть заказал там вот этот но телефон его доставили бля я вот ну вышел на улицу вот ну пошел в сторону вот этого магазина там ходил бы полчаса вокруг магазина то есть но думал блядь заходить либо же нет то есть обычно я люблю заходить в магазин когда там есть кто-то вот ну помимо меня то есть есть какие-то покупатели соответственно пока они там дрочат хуй но покупают то есть там выбирает ну стоят на кассе у меня но как бы есть время для психи психологической подготовки чтобы подготовить себя к тому чтобы там поздороваться с кассиршей там бля ну чтобы не просто там блин поздороваться потому что мне нужно было сказать там номер заказа там номерного телефона а для меня это пиздец то есть и самое хуево что нету никаких альтернатив там то есть я же не могу и там номер заказа например показать ну пальцем вот ну как-то блять объяснить ей языком жестом нет соответственно у меня больше ничего не остается чем полчаса мочать вот в попытке выговорить номер заказа а там номер заказа просто пиздец вот а ну как будто весь мир ну протемлял то есть там очень но длинный номер заказа и в общем дорогие друзья все таки ну решился я зайти вот этот магазин так как меня но телефон был очень пиздец как нужен но опять же из-за вот эту ебану сенсора разбитого то есть но пользоваться старым стало невозможно соответственно это вынужденная но мера и есть пятом не купил мой телефон я бы просто-напросто не мог заливать новое видео сейчас у нас на улице пиздец жарко из-за жары вот этот сенсор зависает но он пиздец как и в общем да дорогие друзья а блять зашел его я я этот магазин самые мои худшие предположения но подтвердились но то есть магазине кроме меня абсолютно никого не было вот блять соответственно вот эта ситуация но для меня самая неплохая потому что у меня нету даже малейшие секунды на психологическую подготовку на тоже как бы адаптируется к нынешним ну реалиям вот что мне нужно но будет поздороваться с продавщицей и вот но опять же независимо от но того но пришел ли как бы но подготовленном либо же нет я в любом случае но буду из-за ебаного заикания стоят там полчаса мочать вот и некоторые но к этому относятся нормально вот а есть вот такие но продавщицы там на который блять но типа но пусть и не словесно но всем своим видом но дают ну понять блять да ты заебал то есть стоять тут нахуй ну то есть ну давай быстрее там бля и в общем дорогие друзья в этом магазине ну как бы у меня никаких хороших ожиданий уже не не было и вот я стою там то есть и еще до того ну как я то есть но показал свое ебало вот то есть свое заикающиеся ебало вы но ну просто не поверите то есть вот это продавщица она со мной поздоровалась но первое то есть но такое я вообще не припоминаю что бы со мной случаясь что продавщица видя что и 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 цел вот хикан то есть она но поздоровалась со мной ну первое то есть не смотря на то что я не чет и вот блять но по сути впервые в жизни я нового ну почувствовал себя но каким-то че там для потому что черны они в любой ситуации абсолютно с любым чеком а они получают ахуена отношение к себе я не знаю почему это продавщица со мной поздоровалась на вид и было где-то лет но 25 но внутри в принципе абсолютно неважно потому что до этого момента со мной никто не здоровался независимо от пола возраста там нахуй независимо от ничего со мной а обычно никто не здоровался но вот это новопродавщица то есть но прервала вот этот но какой-то бля бля череду неудач соответственно ну все сегодня у меня пиздец какое хорошее настроение во первых я купил опять же но телефон во вторых я его ну купил не просто так а еще я его как бы забирал вот эту коробку в приподнятом нас строение я вам по сути впервые в жизни он почувствовал себя человеком то есть обычно же обычно какие-то нормисы они ну каждый день ну получая ну даже не нормисы нормисы знает опять же есть я же ни разу не был в их теле но чеды в любом случае они получают хорошее человеческое отношение ну более того от каких-то ну продавщиц они по сути в любой ситуации в любом месте получают еще флирт вот я уверен потому что опять же там ну то есть но тян но видя чеда она же хочет с ним встречаться и пусть даже она ну прямо вот не сможет вот это сказать ну в зависимости от тян там некоторое сможет некоторое нет в любом случае тян начнет флиртовать с чедом то есть с охуенной внешностью там с ростом метр девяносто пять ну со мной естественно такого никогда не было но тем не менее сегодня я ну получил человеческое отношение впервые почувствовал ну какого это вообще я не знаю то есть вот это ну тян она это сказала из жалости то есть ну поздоровалась со мной либо же там бля ну не ну как бы не заметить то что и инцел она просто-напросто не могла ну потому что ну мой рост составляет всего лишь метров пятьдесят соответственно у меня никогда не было тянут даже за ручку не держался и несмотря на вот это она все равно со мной поздоровалась ну то есть вот такие ну продавцы естественно заслуживают уважения то есть я ну был я ну пребывал в таком ну приятном что шоке что мне не знаю там захотелось ну типа написать вот ну директор вот этого вот этой сети мазина не знаю выдали какую-то ну там ну премию грамоту то есть за хорошее отношение к инцелам то есть за то что вот этот тянут закрывает глаза на то что я инцел и ну как бы за то что она считает меня нормальным человеком то есть конечно вот это очень ну позитивно влияет то есть на самооценку на все бля ну опять же да дорогие друзья и такое в жизни бывает но пусть и не часто в моем случае но все равно мне пиздец как но приятно я фактически вот этот день ну буду ну помнить до конца своих до конца жизни нахуй и воспоминать бля и воспоминать вот это ну как лучшие моменты за всю мою жизнь то есть ну которая всегда сопровождалась неудачами хуём отношениям и да то есть ну бывает и ну белая ну полоса даже если ну точнее не полоса вот знаете как например в всю жизнь и идёт чёрная полоса то вот такой небольшой там участок несколько миллиметров не знаю несколько сантиметров из всей чёрной полосы вот сегодняшний день он стал ну белым вот в общем но было такое видео если вам понравились ставьте палец вверх подписывайтесь на канал до встречи новых видео то спасибо 1 1 2 2 2 и 2